друзья привет сегодня я вам хочу провести гайд по моду industrial craft 2 легендарному моду наверное самому популярному моду в принципе для майнкрафта эта версия 147 где материя еще в виде кусочков желе последующих версиях материя стала жидкая вот ну как по мне все таки вот это версия она более такая более простая для начинающих игроков то есть если вы только из начинаете изучать тот мод только начинаете играть на серверах с индустриальными какими-то модами я рекомендую начать именно с этой версии где материя еще в виде кусочков потом если вы здесь адаптируетесь как бы разберетесь тогда уже можно переходить на более поздние более сложные версии так ну давайте начнем значит с основных фишек этого мода что в нем новое появляется во первых нем появляется новый вид дерево это гивея найти ее можно в лесу и гивея дает нам латекс то есть гивея это твой бро который может давать тебе дополнительные ресурсы значит мы можем добывать их с помощью краника вот для этого нужно подойти значит к этому дереву и найти вот такую вот такой темно-желтую как бы такое темно-желтое пятно на на гивеях их может быть несколько штук может быть даже ни одной то есть а случайным образом генерится причем если мы сейчас берем вот мы получили латекс через какое-то время здесь латекс снова восстановится можно будет его повторно собирать если мы допустим сейчас будем сбивать листво то мы с некоторым шансом можем получить росток гивея и посадить его как обычное дерево через какое-то время он вырастает мы также можем собирать латекс зачем нужен этот латекс латекс он позволяет нам получать резину специальном значит приборе ли ну либо просто обжаркой как бы в печке тогда выход будет минимальный то есть один к одному дальше покажу прибор с помощью которой можно утраивать соответственно производство резины но резина это просто как компонент для дальнейших крафтов еще в этом моде появляется медь олова и уран то есть ресурсы виде таких вот виде такой вот руды которым можно найти в шахте медь и олово встречаются достаточно часто большом количестве можно накопать уран встречается намного реже и на многих индустриальных серверах ну вот версии 147 до уран очень ценный ресурс поскольку во первых используется для как топлива ядерных реакторов который также есть в этом моде так и для крафта там продвинутых солнечных панелей если есть еще адам advanced solar panels как правило на всех индустриальных серверах обычно такие моды установлены добывается они ну как бы киркой также как в принципе например железо там не знаю что еще золото вот их можно просто переплавить печь чтобы получить слитки или есть более продвинутый способ я попозже покажу приборы которые позволяют удваивать выход слитков из такой из таких вот руд ну а уран просто можно превратить в руду поместив в специальный прибор называемым компрессором об этом чуть позже так значит этот индустриальный мод имеет множество просто приборов приспособлений различного рода который позволяет нам упрощать крафт и позволяют увеличивать выход ресурсов позволяет добывать в автоматическом режиме ресурсы позволяют там не знаю какие-то инструменты делать какие-то допустим сабли которыми можно сражаться другими игроками и естественно все это потребляет энергию значит в этом моде есть свое своя энергия даст трактовское электричество естественно нужно его как-то вырабатывать для этого существует несколько различных видов генераторов значит она простейший генератор значит крафтится вот и железной печи стали и аккумулятора значит железная печь она просто красится и железо видео видео таких вот 8 слитков железная печь в отличие от обычной нашей привычной каменной печи но имеет немного более эффективная более работоспособность принципе по по своей работе по функционалу ничем не отличается обычной печи значит мы можем сделать такой генератор из печи и стали стали на просто получается пережаркой железо печки значит генератор это самый простейший способ выработать электроэнергию достаточно положить сюда какое-нибудь топливо как например ну скажем уголь какой-нибудь или древесина допустим возьмем дерево она сейчас пережарится на спал образуется здесь запас энергии можно взять уголь например также переработается у нас в электричество пожалуйста уголем соответственно больше выдает запас электрической энергии также есть геотермальный генератор геотермальный генератор работает на капсулах лавы или наведать на ведре от лавы вот допустим можно взять ведро лавы положите сюда и пожалуйста как бы у нас здесь соответственно будет энергия за счет за счет энергии магма водяная мельница это конструкция которая может вырабатывать электричество в воде но обычно она нас про она не очень сильно пользуется спросом на серверах потому что выход достаточно маленький панель это наверное самый популярный вид вообще для генерирования энергии на серверах просто потому что ну как бы достаточно один раз крафтить такую штуку и она будет бесконечно генерить электричество единственный нюанс что не работает обычно в плохую погоду и ночью то есть вырабатывает только днем хорошую погоду электричество ну и также выход не очень большой то есть чтобы получить достаточное количество энергии даже в сравнении с этим вот геотермальным генератором нужно достаточно много скрафтить таких вот солнечных панелей однако появились позже специальное дополнение к этому моду к индустрию крафту advanced solar panels где из-за таких вот панелей можно делать более мощные солнечные панели вот возможно я сниму потом гайд отдельный по вот этому дополнению и там выход электроэнергии уже намного выше но и крафт тоже стоит ресурсов стоит сказать еще витрина ветряная мельница то есть генерит энергию из ветра вот ну тоже такое он как бы может быть популярен только где начинающих игроков которые только начинают развиваться потому что тоже как бы постоянный источник вот но имеет некоторые нюансы что нужно его на достаточно высокой высоте располагать так далее поэтому как бы на начальном этапе может быть интересно но при дальнейшем развитие тоже как бы достаточно слабый источник электроэнергии так ну и наконец ядерный реактор мощный источник энергии но очень проблематичный то есть чтобы его грамотно настроить чтобы им грамотно управлять нужно очень сильно заморочиться и вообще я здесь не буду в этом гайде подробно рассматривать вообще как бы сам ядерный реактор там какие компоненты есть и так далее если это нужно я может быть сниму отдельный гайд пишите об этом в комментариях так но про остальные приборы расскажу в следующем видео